приветствую вас козероги у нас прогноз для вашего знака зодиака на первую половину марта с 1 по 15 давайте посмотрим по всем сферам жизни что вас ожидает представители знака зодиака козерог с 1 по 15 марта постарайтесь на получение информации произнесите свое имя дату рождения спросите у вселенной что меня ждет первую половину марта а я настроюсь на вас но не забывайте что это расклад общий с чем вы входите в март что у вас будет происходить ваше настроение ваши ожидания наверное достану до раз она потянулась так хорошо что вас ждет личных отношениях первая карта для тех у кого не есть отношения или брак 2 карта для тех кто в поиске любви что вас ждет в карьере в работе бизнесе для тех у кого есть занятость и для тех кто в поиске работы ваши финансы что у вас будет происходить в конце этих 15 дней что вам в общем ждать от этого периода и совет или предупреждение от таро смотря какая карта ляжет до на дне колода у вас пятерка пентаклей ну во первых может карта говорить у кого-то нет жилья это когда люди мыкаются по чужим углам но также это карта кризиса у кого-то может быть и отсутствие работы у кого-то нехватка финансов может быть у кого-то нет отношений это когда человек чувствует себя отстраненным от благополучной жизни но если для тех кто в одиночестве у вас пятерка переходит в шестерку мы вообще у вас карты просто потрясающе хорошо давайте мы еще достанем ленорман давайте посмотрим что нам скажет ленорман для козерогов с 1 по 15 марта да ну тут все карты об этом говорят здесь кто-то может приобрести свое жилье кто-то найти очень хорошую работу но у кого-то могут быть переезд связан именно с работой это может быть и на заработки уезжать а может быть именно переезд с целью улучшение своей жизни хорошо ну давайте чем вы входите ну солнце у нас здесь это солнце это счастье это реализация эта карта может показывать что у вас будет происходить движение движение к счастью да или это ваш настрой вот вы уже хотите перемен конечно улучшение жизни кто-то мечтает переехать сменить место жительства тот мечтает получить хорошую работу у у кого-то может быть работа самый занятый или свой бизнес тут хочется улучшения но также это может быть связано с отношениями кто-то хочет забеременеть тут хочет пожениться кто-то хочет найти свою любовь но в любом случае да уже хочется прояснение какой-то ситуации это когда мы находимся долго в кризисе не решается какой-то вопрос и вот уже хочется внести ясность в это дело да вот выйти вот из этой пятерки пентаклей хорошо у вас все получится для тех кто в отношениях или в браке здесь у вас восьмерка пентакли смотрите если кто-то мечтал переехать может быть приобретение жилья но что-то здесь нужно еще будет вложить или сделать ремонт или может быть жилье например без отделки то есть восьмерка это новое начало как бы начало в вашей жизни то вот вот и когда же мы начинаем какое-то дело мы как правило учимся вот сделать например ремонт это же опять нужно учиться какой там стройматериала купить если на тем более вы предположим сами собираетесь это делать то здесь нужно конечно разбираться то есть по мере того как будет расти ваше мастерство будет и улучшаться ваше жилье ну а также если нанимать строителей то тоже нужно в этом разбираться чтобы контролировать этот процесс у кого-то здесь преодоление вот выход из кризиса преодоление трудностей когда в отношениях ну может быть ожидании было во первых предложение руки и сердца да здесь карта говорит о свадьбе и о том что ваши отношения приходят на совсем другой уровень может кто-то начинает вместе жить у кого-то наконец-то определяется время со свадьбы например ну то есть тут тоже начинается вот движение вперед кто-то может быть все таки планирует куда-то уехать это может быть другой город может быть и другая страна то есть это начало новой жизни у кого-то может рождение малыша от солнце и говорит о рождении ребенка то восьмерка это если малыш 1 это мы на нем учимся как кормить как ухаживать как воспитывать вообще это ведь тоже учеба это получение опыта тут у меня сейчас еще идет информация но это наверно не для всех если у вас отношения были с человеком например из другой страны то здесь может быть поездка поездка и предложение пожениться приходят какие-то документы вызов приглашения конечно это может быть и по работе но мы сейчас смотрим для тех кто в отношениях вот звезда ведь тоже может говорить о о дальней дороге о реализации какой-то вашей заветной мечты может быть кто-то куда-то собирается уезжать чтобы пожениться кто-то готовится к свадьбе подписание например документов потому что кольцо это брак это как подарок может быть для вас это неожиданно почему легла колесница может быть человек от вас как бы скрывал сделает вам сюрприз восьмерка это начало новой жизни но это еще и подготовка к торжеству может быть это желание уже жить одним домом хорошо для тех кто в поиске ну вот если у вас было но период одиночества пятерка да это у нас пятерка это карта крис в личной жизни это отсутствие партнера это карта одиночества но у вас ложится шестерка вашу жизнь приходит поддержка забота тут еще может быть кто-то вас познакомит может быть друг подруга как бы с чьей-то протекции состоится это знакомство и тогда звезда говорит это начало очень крепких перспективных отношений это когда мы встречаемся вот под какой-то счастливой звездой но ведь это еще может быть знакомство через интернет может быть человек где-то в другом городе или другой стране ну и карта говорит что вашу жизнь придет нежность поддержка это когда два человека вкладываются в эти отношения поровну то есть тут не будет перекоса это когда человек свободен когда он не обременен никакими обязательствами это вот солнце это счастье это любовь это удовольствие и колесница это прорыв это новые отношения но все-таки вот у нас движение здесь может быть знакомство в дороге может быть кто-то из поет куда-то не знаю в теплой страны то можно познакомиться но может быть это знакомство через интернет ну или просто карта говорит что вы на пороге новых отношений и здесь вот новые отношения может быть почему письмо ложится это очень много будет общения общение через интернет через коммуникации почему я говорю может быть у кого-то знакомство с человеком где-то в другом городе в другой стране ну или просто вы будете очень много общаться здесь еще знаете вот по письму и по букету вас могут пригласить на какое-то торжество день рождения почему говорят кто-то вас может познакомить день рождения свадьбы юбилей у кого-то какой-то семейный может быть праздник и вот там вы можете чему-то идет вас протекция кого-то хорошо то есть если вас будут звать обязательно идите работа но в работе здесь перемены если кто-то планировал куда-то уезжать до дорога состоится и также это может быть смена офиса смена вообще работы по шестерке даже может быть смена рода деятельности здесь вот по деньгам одержать какую-то победу может быть какое-то место у вас на работе освободиться вот эти карты говорят заключение нового контракта или может быть если вы своим бизнесом занимаетесь почему у нас здесь прорыв то это же может быть еще реализация в карьере в бизнесе продвижение по службе может быть рост полномочий или какая-то новая перспективная должность почему здесь шестерка и здесь шестерка это перемены может быть освобождится какое-то место и шестерка это обойти соперников конкурентов может быть даже завистников да это держать победу получить ту должность о которой вы ну или мечтали или который вот освободиться то есть это ведь тоже может касаться прорыва в вашем вашей работе или вашем бизнесе но еще здесь может быть если вы на себя работаете кто-то может реально куда-то уехать получить приглашение документы о каком-то новом контракте как подарок неожиданные вот может быть вы долго может быть это еще карта говорит там где вы находитесь но вообще нет перспектив роста или может быть в вашем бизнесе сейчас кризис или там где вы работаете но кто-то может здесь вообще быть без работы то здесь идут перемены то ли должности то ли какой-то переезд перемещения самый главный карта говорит вы должны найти перемены решиться потому что шестерка все-таки здесь у нас луна здесь какие-то страхи а вот вдруг я не справлюсь шестерка говорит вы справитесь и эта должность или этот какой-то проект или вот этот контракт заказ принесет в вашу жизнь надежду оптимизм на благополучное будущее поэтому здесь хорошие перспективы здесь самое главное будьте готовы к каким-то переменам или перемещениям для тех кто в поиске то же самое все относится тот если вы планировали у нас тут рыцарь пентакли это ваша карта но еще она показывает человека который занимается и хорошо занимается тем делом которые он знает тут вам нужно искать именно в вашей стезе то что вы умеете какими данными какими навыками опытом вы обладаете умениями здесь и нужно искать но опять рыцарь пентакли это движение да может быть долго ждали может быть ждали долго вот каких-то документов приглашения опять карта может говорить о какой-то поездки на заработки ну или нахождение новой работы но в той сфере в которой вы ищите тут не должно быть перемен ну а рыцарь пентакли вообще говорит что здесь есть шанс получить очень надежное рабочее место здесь будут хорошие отношения с коллегами с бизнес-партнерами и будет стабильный доход ну а шестерку данной позиции оба может говорить о том что может быть будут еще претенденты на это место у вас есть все шансы эту работу получить поэтому не ищите иногда пятерка говорит когда уже у человека опускаются руки может быть вы уже давно ищите и здесь уже наступает вот такая апатия что наверное все попусту ничего я не найду но вот эти карты говорят что все будет хорошо и тогда опять же это будет очень стабильная работа может быть через удаленку хорошо ну выходите вы со старшим арканом звезда это карта оптимизма надежды на благополучное будущее это или исполнению вашей мечты какого-то заветного желания или это значительно продвинуться вперед звезда это реализация каких-то творческих задумок это карта вдохновения это когда мы реализуем все свои мечты показываем все что на что мы способны ну может быть кто-то будет тут например через интернет показывать то что вы умеете знаете или то чем вас наградила вселенная и вот что вам ждать от этого периода и здесь карта говорит об ожидании когда человек проявляет осмотрительность осторожность или для того чтобы получить свое или для того чтобы избежать каких-то может быть неприятностей повторение старых ошибок здесь девятка это когда нужно или действовать в тишине как бы не рассказывая своих планах или когда нужно быть начеку но я думаю что здесь просто вам нужно саккумулировать все свои силы потому что у вас здесь и в отношениях и в работе какие-то очень серьезные перемены может быть карта просто вам говорит чтобы вы учли как бы сделали работу над ошибками если это новые отношения значит постарайтесь избежать тех ошибок которые например вы делали в прошлых отношениях которые вас привели вот например к одиночеству и девятка иногда говорит когда мы чересчур доверяем доверяем людям мало ценим себя ну например если это касается отношений да вот когда женщина полностью растворяется в мужчине и он начинает этим пользоваться ну или на работе вы безмерно доверяете там бизнес партнером коллегам и люди этим воспользовались может быть вот потери работы кто-то вас подсидел или какие-то наветы наговоры которые привели к тому что вы могли потерять работу совет или предупреждение здесь ложится королева мечей ну как совет если карта показывает вас она говорит если вы до сих пор чувствовали себя стесненными зависимыми от кого-то для чего-то то вот в эти 15 дней у вас появится возможность от всего этого освободиться но в пылу вот это когда вы начнете махать этим мечом будьте аккуратнее то вы можете отсечь людей или какие-то ситуации которые еще вам могут пригодиться но так как это не ваша масть может быть вам нужно будет с кем-то проконсультироваться королева мечей это профессионал высокого уровня это человек который или наделен какими-то полномочиями или у этого человека у этой женщины есть информация или знания которые могут вам помочь ну например если вы здесь заключаете договор купли-продажи наверное нужно посоветоваться с юристом как бы учесть все нюансы если вступление в брак может быть нужно будет например подписать брачный договор если это касается переезда куда-то за границу то здесь нужно будет может быть получить визу опять же вот может быть с кем-то проконсультироваться тем более если документы например на иностранном языке то есть это может быть это просто переводчик который вам заверит какие-то документы да ну и пятерка говорит что вы выходите из кризиса из повешенного когда вообще ничего не двигалось да и это движение вперед но я говорю вас тут какое-то движение то ли вы тут приезжаете то ли меняете работу то ли вот у вас тут в отношениях какая-то движуха но рыцарь жезлов иногда говорит о переезде об эмиграции или о рывке вперед хорошо давайте для вас получим советы другие оракулы это у нас оракул боги и богини совет для козерога с 1 по 15 марта ангел релаксации перестаньте добиваться желаемых результатов и вы получите то что хотите но это когда у нас есть очень заветная мечта и мы постоянно постоянно привязаны к этой ситуации ну а вам говорят для того чтобы она начала у вас исполняться вот эта звезда нужно просто эту ситуацию отпустить забыть про нее и тогда энергии это освободится она начнет действовать ваше желание будет исполняться и еще у нас совет магические послания ангелов козероги с 1 по 15 марта чего вы хотите сейчас у вас есть возможность написать сценарий собственной жизни согласно велению вашего сердца как только вы разберетесь со своими истинными желаниями поймете что готовы к их осуществлению и заслуживаете этого они начнут исполняться как по волшебству вот у вас все связано с каким-то заветным желанием вот такой у нас с вами получился прогноз я благодарю вас за внимание всем хорошего свидания